Обстановка, которая царит в палатах инфекционного отделения Малорославецкой больницы, явно не способствует выздоровлению пациентов, попавших туда. Так случилось и с женщиной, которая из-за болезни ее годовалого ребенка была госпитализирована в стационар. Пришли в четверг, нас положили с горлом, на третий день у нас появились сопли, которых не было, температура, которой тоже у нас не было. Когда поступили, оформили нас на кровать, которую вообще не прибрали, потому что там был такой подоконник, который ребенок сразу оторвал, под ним какие-то волосы, использованы тампоны, в смысле ватные, палочки, все остальное. Фотографии уже видели, там все это, плесень, дышать невозможно, горло у детей больное, ночью спать тоже, естественно, невозможно, потому что и у нас гланды ночью начинали болеть, потому что там кругом сырость. Где сырость и плесень, там и всевозможные насекомые, что не только не вызывает приятных эмоций, но и вредно для здоровья ребенка. Уборка в палатах также оставляет желать лучшего. Вчера не убирали, один раз в день, с утра, ну до обеда вот убирали, хлорка все пахнет, все прилично, но тряпка, которая там оставалась, ведро, которым мыли, оставляет желать лучшего, потому что, говорю, после того, как все убрали, просто протерли грязь, которая там лежала. Вот в этих углах все как и осталось, так и осталось. Потому что дети маленькие бегают по полу, руки приходилось мыть чуть ли не каждые пять минут. Виолетте еще относительно повезло по сравнению с соседями по стационару. Она лежала с мамочкой и маленьким ребенком, а вот от Ирины ее малыша совсем отвернулась удача. Дети, я считаю, должны лежать в отдельных боксах с детьми, потому что нас поселили в палату, где лежали еще трое взрослых человек. Мы потеляли нас с разными инфекционными какими-то заболеваниями. Вот и все. Мы лежали с одиннадцемесячным ребенком. Почему пациентам инфекционного отделения приходится лечиться в таких условиях, мы решили узнать у руководителей районной больницы. Прием, который нас ждал, однозначно нельзя назвать теплым. Заместитель главного врача по лечебной части дал понять, что плесень на стенах его отделения, которую он возглавляет, его мало волнует. И не признал, что это стены стационара районной Малорославецкой больницы, зная то, что посторонним туда вход воспрещен. Не разрешил посмотреть обстановку в стационаре и главный врач районной больницы, хотя и не стал отрицать, что проблема с сыростью в инфекционном отделении есть. Они связаны с тем, что здание было построено примерно больше 20 лет назад. Построено было на месте, в котором изначально происходило скопление жидкости. В этом году нами было принято решение более радикальное по ремонту больше капитальному. То есть были убраны часть построек, которые задерживали влагу. И в дальнейшем будет планироваться создание дренажной системы с этого участка. Пока необходимые меры по устранению проблемы с высокой влажностью и плесенью не приняты, пациенты спешно покидают стены инфекционного отделения, с ужасом вспоминая о днях, проведенных в стенах палац стационара.